Всем привет, с вами Greenjack Channel и сегодня мы поговорим о Канаде. После 24 февраля многие украинцы принимают для себя решение переехать на какое-то время в эту страну. И, о чудо, в последнее время начала работать программа канадско-украинского сотрудничества и попросту это упрощенная схема получения канадских виз для украинцев в связи со сложившимися обстоятельствами. Сегодня мы постараемся развеять три основных мифа, которые касаются подачи документов на канадскую визу и оговоримся сразу, что те лайфхаки и советы, которыми мы поделимся, действительно на момент выхода ролика проверены лично Greenjack Channel и проектом ехать надо. Первый миф. Очень сложно самостоятельно заполнить онлайн формы для получения канадской визы на сайте. Конечно, это очень сложно. Конечно, гораздо проще выложить 100, 200, 300, миллион долларов и за вас это сделают самостоятельно какие-то фирмы-однодневки. Но еще проще сэкономить кучу денег, остаться при своих и воспользоваться простыми доступными инструкциями, которых предостаточно в сети. Одной из таких инструкций, пошаговых, мы воспользовались лично. И для того, чтобы этими же инструкциями могли воспользоваться вы, мы оставим ссылку с этим видео, с пошаговой инструкцией в описании к этому видео. Миф номер два. Многие фирмы, рекламные разумеется, пишут о том, что канадская виза выдается на 10 лет. Да, выдается. Но не всем. И не всегда. Так уж получилось, что после открытия программы по упрощенному получению виз для украинцев, многие очень находчивые молодые люди, ну может быть и не очень молодые, решили получить канадскую визу впрок. То есть на всякий случай. Действительно, ее часто в прошлом выдавали вплоть до даты окончания вашего загранпаспорта. То есть аж на 10 лет. Теперь же канадское правительство ужесточило эту норму, потому что уж слишком много умников нашлось. Вы можете получить визу в среднем на срок от полугода до трех лет. Есть, конечно, исключения, но... Миф номер три. Записаться на сдачу биометрических данных во Львове самостоятельно невозможно или практически невозможно. Итак, вы уже прошли несколько кругов персонального ада. Заполнили анкеты онлайн. Удостоверились в том, что на 10 лет визу вряд ли выдадут. Хотя надежда умирает последней. Теперь пришло время сдавать свои биометрические данные. Разумеется, для этого существует цивилизованная электронная очередь. В общем-то, сдать свои биометрические данные можно и за границей. Выехать в Молдову, например. Однако у многих граждан нашей страны после 24 февраля есть проблемы с выездом. Особенно это касается мужчин. Единственная точка на карте, где можно осуществить этот процесс, это город Львов. Для того, чтобы встать в очередь, необходимо заполнить свои данные онлайн. И система должна выдать вам окошко со свободным временем. Однако проблема состоит в том, что свободных окошек никогда нет. Мы пробовали больше 50 раз. Пробовали воспользоваться разными лайфхаками, схемами, советами из интернета, собственными измышлениями. Ничего не получалось. Отчаяние росло. И с каждым днем мы все больше и больше свыкались с мыслью, что придется обратиться к услугам одной из фирм из рекламы, которые предлагают за вас встать в вашу электронную очередь. Цена услуги немаленькая. Мы видели цену от 80 до 150 долларов. Однако при этом никто не застрахован от того, что это может быть банальный развод. Потому что, увы, были случаи, когда люди брали деньги и потом просто исчезали. Но дорогу осилит идущий, а любое отчаяние сменяется решимостью. По совету наших подписчиков, которые очень часто шепчут нам на ушко, что-то очень полезное, мы с большим удовольствием воспользовались альтернативой онлайн-форме. По их совету мы нашли абсолютно уникальную и, что самое главное, совершенно бесплатную опцию. Возможность встать в электронную очередь через электронную почту. Для этого выбираем соответствующий пункт на сайте, читаем внимательно инструкцию, следуем ей, заполняем и прикрепляем все необходимые документы. И вуаля, через некоторое время вам приходит подтверждение с местом в вашей электронной очереди. Все, мифы развеяны, онлайн-анкеты заполнены, электронная очередь пройдена, биометрические данные сданы. Остается ждать подтверждения. Как только вы получаете подтверждение, вы можете приезжать со своим биометрическим паспортом и после одобрения вам вклеивают туда заветную канадскую визу. Делитесь своими лайфхаками, как делает это Green Jack Channel. Спрашивайте, задавайте вопросы, обсуждайте и, разумеется, подписывайтесь на наш канал. Мы стараемся сделать все, чтобы облегчить жизнь наших подписчиков и сэкономить заветный кэш. Ну, а если мы являемся для вас полезными, не забывайте о том, что у нашего канала есть заветная кнопочка «Спонсировать». Это ваш способ увеличить количество полезной информации и роликов на самую разную тематику, которыми мы с удовольствием делимся с нашими подписчиками, а со спонсорами делимся в первую очередь и предоставляем им огромную кучу плюшек. Но это, разумеется, история для отдельного ролика. Так что, до новых встреч в СБД Украина. Green Jack Channel для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова